Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Значит, смотрите, у нас в списках примерно 550 человек, это не означает, что их столько. Это люди, о которых мы знаем фамилия, имя, отчество, год рождения, связь с родственниками, обстоятельства пропажи, как их брали, куда их вывозили. То есть то, что мы знаем достаточно хорошо. То есть паспортные данные, фотографии. Это были люди, которые были похищены. Ну, как, например, молодой агроном 35-летнего Довиченко был похищен в конце февраля 22-го года просто на поле. Он вышел в поле смотреть там, я не знаю, что там, азимы там, что там. И был похищен оккупантами в этот момент. Например, например. А есть еще люди, которые не прошли фильтрацию. Это тоже очень большая проблема. Огромная. Вы очень правильно поставили. Просто, чтобы о ней рассказать, ну, нужно, ну, неделю эфира. Если коротко говорить, то так. Дело в том, что по любым законам военного времени, по любым конвенциям люди считаются гражданскими, когда они гражданские в момент начала войны. А в Российской Федерации так не считают. Поэтому семейные пары, просто обычные люди, которые переходили так и дальше границу и пункты фильтрации с Российской Федерацией, пропадали. И мы долго не могли понять, почему, пока не выясняли анамнез. Ну, например, что человек 10 лет назад был военным врачом или служил в полиции. На момент оккупации он не был ни военным врачом, ни сотрудником полиции. И по любым конвенциям он не считается таковым. Российская Федерация так не считает. Российская Федерация и власти считают, что если человек был военным врачом 10 лет назад, то он является военным врачом, является военным, и он вместе с военнопленными содержится. Но надо сказать, что мы все чаще и чаще встречаем и другое нарушение конвенции по военнопленным. Вот сейчас, после большого обмена, который случился 3 дня назад, 4 дня назад уже, мы уже понимаем, что когда люди дают свои показания, свои воспоминания, с кем они сидели, как это было, мы понимаем, что опять же в нарушении всех конвенций вместе с военнопленными содержались абсолютно гражданские люди, которые никогда не имели отношения ни к армии, ни к силовикам, ничего. И этих случаев много, много. Дело в том, что по конвенциям военнопленные содержатся, ну, на самом деле, где угодно. Чаще всего это в бывших колониях исправительных, которые раньше продвижались системе ВСИН. Как только туда переводят военнопленных, колония выходит из-под ведомства ВСИН и переходит в ведение Министерства обороны. И там военнопленные. Это нормально. Это соответствует Жуевской конвенции. Но если вместе с военнопленными содержатся еще и гражданские, похищенные обычно украинские, это нарушение. А эти случаи, к сожалению, в общем-то, повсеместно. А по-моему, я понимаю, Ольга, что к ним такое же отношение, как к военнопленным, именно вот когда они содержатся там. Или есть какая-то разница, потому что их, например, почти невозможно обменять, да? Ну, или есть какие-то отдельные случаи, вот, например, в ходе последнего обмена. Просто этого гораздо сложнее добиваться, потому что сложнее эти списки сформировать. Ну, конечно, сложнее. Конечно, сложнее. Мы ведем очень много таких дел. Например, дело Романа Вуйко. Человек, который был похищен из своего дома в Гастомеле в марте, в марте 22-го года. Это пожилой человек, ему почти сейчас 60 лет. И он с самого начала, изначально он был инвалид, довольно тяжелый инвалид. Мы о нем знаем сейчас, что он жив, что он содержится в одном из СИЗО, мы знаем номер СИЗО, мы знаем регион. Но в течение почти уже двух лет к нему нет доступа ни адвокатов, никому. И мы понимаем прекрасно, почему это происходит. Потому что, что происходит обычно? Захваченных людей, украинцев, обвиняют в том, что они, не знаю, фотографировали танки, небо, деревья. Поэтому вы шпионы, вы там партизанили, там бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. И им предается обвинение о терроризме, пособничестве о терроризме, экстремизме, шпионаже, еще что-нибудь. И они попадают в итоге в судебную базу. И там мы их уже встречаем в судебной базе, мы уже видим фамилии, имя, отчество. И мы можем послать адвоката, мы можем посылки передать, мы можем соединить с родней. Мы уже очень многое можем. А когда человек не может предстать перед судом, как вот Роман Войко, но просто потому, что он глубокий инвалид, он не может предстать перед судом, его нельзя. Если вы вывезете в суд, любому суду будет ясно, что человек не может ни шпионить, ни теракты совершать, он не может, да, по своим кондициям, не может. И вот что делать с такими людьми, например, непонятно. Многое знаем, но ответы всегда от военной прокуратуры, от известного прокурора военного Коха, всегда один. Их там нет, их там нет. Это всегда одно и то же. Они есть, они есть, мы за ними следим. И с каждым обедом получаем, конечно, все больше информации. Люди находятся несколько, несколько уже лет, да, уже больше года, да, вот скоро будет два года без помощи. Без помощи. Красного Креста. Без помощи адвокатов. Без помощи правозащитников. Без посылок. Без связи с родными. У меня один парень, не буду говорить фамилию, жена уже в Германии, в Дортмунде, она успела уехать с детьми. Он передал ей записку в катушке с нитками. И через десятые руки она узнала его почерк, дошло, спасибо, спасибо тем, кто передавал эти записки. И мы благодаря этой записке знаем, что он жив, Влад. Влад из Харькова жив. Если бы не эта записка, за два года не отвезти никаких. Так много очень. Есть женщина из Мариуполя, которая сейчас сидит в Симферополе, в СИЗО. И она сидит уже больше года. Ирина Горобец. И ее ищут родственники, ищут друзья. Она такая была, судя по всему, очень коммуникабельная женщина. И она айтишница. И мы понимаем, что мы больше года добиваемся просто письма. Да. Чтобы просто ей пить письмо. И я знаю от обмененных о том, что Ирина считает, что ее не ищут. Что никто не интересуется. Что нет никаких... А мы просто не можем. Мы не можем больше года добиться того, чтобы пришел адвокат, пришла посылка, письмо от мамы. Мы не можем этого добиться вообще. Продолжение следует...